сегодня хочу рассказать и поделиться с тобой несколькими советами как ускорить монтаж final cut pro x в этой программе я монтирую уже несколько лет и начинал с очень старого древнего макбука 2010 года толстенный еще был сидером который конечно же мне не работал я умудрялся монтировать на нем тяжеленные проекты в 4k естественно в проксе все потому что final cut оптимизирован под маковское железо и ругаться на него не стоит если он тупит скорее всего ты делаешь что-то неправильно либо перегружать библиотеку либо не чище рендеринг либо пользуешься старым жестким диском видео быстро буквально две минуты я расскажу как у меня здесь все устроено и 5 советов как ускорить вот мой жесткий диск это samsung t5 на 1 терабайт я уже про него рассказывал ссылка будет здесь или здесь у меня есть две основные папки которые никогда не удаляется это папка с проектами и папка со звуком парке звук я храню отдельно музыку для видео и отдельно звуки все абсолютно треки которые я использую так или иначе своих видео sfx транзишны и гличи и прочая ерунда которые используются также здесь у меня есть звуки для саунд дизайна шум воды и шум птиц ветра и прочее также у меня есть папки которые заменяются которые иногда удаляются некоторые папки хранятся дольше терабайтам не хватает а например одна из недавних папок вот как она выглядит внутри всего лишь две папки исходники с дрона и исходники с основной камеры папка весит 176 гигабайт довольно много поэтому имеет смысл ее не хранить когда ты закончил работу над проектом не можно смело бэкапнуть по другой жесткий диск при этом проект у меня остается вот у меня библиотека от этой папки первое что тебе нужно сделать это запомнить что все свои исходники и все свои проекты с которыми ты работаешь тебе нужно хранить на внешнем жестком диске этот жесткий диск у тебя должен быть ssd исходники потом удаляй либо делай бэкап но проект оставляй он весит немного например проект который у меня уже отработал весит всего-навсего 23 мегабайта а я не собираюсь удалять потому что какие-то правки заказчик все равно может через некоторое время попросить внести я естественно отказывать ему не буду а может и буду не знаю чтобы вернуться к этому проекту мне достаточно будет скопировать исходники обратно на диск и он их снова увидит вот так выглядит проект исходников которых на жестком диске сейчас нет ему не на что ссылаться но как только я перенесу обратно на жесткий диск я могу обратно начинает работать с этим проектом это первый совет второй совет я тебе рекомендую не нагружать библиотеки и делать все свои какие-то важные проекты разбивать по отдельным библиотекам например у меня есть несколько папок в которых я создаю ивенты по ту или иную задачу что такое библиотека например если бы я снимал чисто свадьбы был бы свадебным оператором меня было бы всего лишь одна библиотека она бы называлась свадьба например свадьбы сезона 2019 и в ней бы у меня были ивенты ивенты это эти папки они назывались бы например свадьба мария и ольга свадьба марина и андрей свадьба фахина и ольга сказала такое тоже бывает почему нет такие библиотеки я рекомендую не нагружать и делать под самые важные какие-то свои события отдельную папку со всеми проектами погнали дальше после каждой работы над проектом и по ее окончанию чистить рендер файлы это очень важно зачистить рендер файлы можно двумя способами непосредственно из библиотеки и из самой программы безопаснее всего делать это из файл карта делается это так выбирается библиотека нажимается файл дилет дженера лейдер файл здесь галка дилет рендер файл поставить на ол или он юст он не зависит от того закончил ли ты работа над проектом или нет если ты уже точно знаешь ты не вернешься в ближайшее время смело удаляя все рендер файлы рендер файлы могут занимать очень большое пространство на жестком диске у меня доходило до 300 до 400 гигабайт из этого следует следующий совет что при монтаже для того чтобы система не нагружалась тебе нужно убрать тот самый background рендер оставить галочку только тогда когда тоже закончил проект второй способ удалить от рендер иные файлы это сделать это непосредственно из папки обычно когда у меня забивается место и уже не хватает на жестком диске я делаю так начинаю смотреть какие из библиотек у меня весят больше всего на примеру тайра навигации 23 мегабайта она такая станет а вот камчатский репортер у меня уже 61 гигабайт довольно многое я больше чем уверен что у меня здесь нет прокси файлов потому что я их не создавал а это чисто рендер файлы кликаем правой кнопкой мыши показать содержимое пакетом и здесь мы видим ивенты каждая папка это ивент гараж то отдельный ивент день рыбака отдельный ивент день рыбака видишь я рендер удалил день физры тоже удалил а вот дрифт не удалил а здесь 5 гигабайт заходим в него здесь есть папка render files смело нажимаем на неё команды но я бы не рекомендовал так делать все таки это такое грубое вмешательство в процессы final cut а лучше чтобы он это делал сам непосредственно с программы и пожалуй последний совет который я хочу дать если все это тебе не помогло то обязательно создавая прокси файлы при импорте файлов просто выбираешь create прокси медиа ставишь здесь галочку и у тебя создаются прокси медиа всех которые ты собираешься импортировать также не забываешь поставить галку ли в файл in place это будет означать что final cut будет ссылаться на исходники которые у тебя находится на жестком диске если ты нажмешь скопировать библиотеку твои исходники дублируются и это займет очень много места если например тебе не нужно чтобы у тебя все файлы были прокси допустим ты писал интервью и у тебя говорящая голова записано в 4к очень тяжелого формата а биролы записаны в лошади они проблема ты выбираешь файл в самой монтажки который тебе нужно переконвертировать нажимаешь transcode media и здесь выбираешь галочку create прокси медиа оптимизировать не нужно об этом я могу рассказать позже в следующем уроке если понравится в комментариях сделаем жмешь create прокси медиа и у тебя конкретно этот файл становится прокси и это все существенно ускорит твой монтаж освободит оперативную память поможет твоему компьютеру вздохнуть наконец-то полной грудью и ускорит монтаж резюмируя можно выделить несколько пунктов до первое хранить исходники на внешнем жестком диске хранить все проекты и не удалять их на внешнем жестком диске использовать судяшний жесткий диск ssd почищать рендер файл не нагружать библиотеку и создавать прокси если тебе это нужно на этом все надеюсь я было интересно если тебе моя информация помогла напиши в комментариях я создаю отдельный плейлист на youtube канале которым я буду скидывать записывать какие-то быстрые уроки какие-то фичи по final cut которые мне пригодились в моем монтаже на этом все пока